Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить об основных, ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Амаркетс, оставлять вопросы в секции с комментариями и не забывайте ставить лайки. По итогам вчерашнего дня можем точно сказать, что пока что рынок явно благоволит продавцам доллара, потому что американская валюта снижается, индекс доллара уже котируется на отметке 93.70. И мы продолжаем готовиться к еще большему ослаблению доллара, потому что два важных события, которые должны повлиять дальше давлеющим эффектом на доллары, это решение Конгресса по новым мерам фискальной поддержки и дополнительное подтверждение ухудшения конъюнктуры статистической экономической. Это по итогам предстоящих данных по Non-Farm Perils, в отношении которых я являюсь медведем. Я считаю, что статистика разочарует, даже несмотря на то, что отчет ADP накануне превзошел ожидания экспертов и оказался значительно лучше, чем то значение, которое мы видели, получается, два месяца назад. Ну, официальные цифры, они очень часто разнятся, расходятся с частной оценкой ADP. И мы не раз видели картину, когда все-таки официальная статистика, которая объективно оценивает сектор, указывала на очень выраженную слабость этого сектора американской экономики. Разумеется, без соответствующей статистической поддержки, с учетом того, что сейчас связано с коронавирусом в Штатах, по мере ожиданий новых мер поддержки от Конгресса, я не вижу причин, из-за которых можно было бы отказаться от идеи продажи курса доллара американской валюты. По отчетам сегодня, друзья, очень много индексов производственной активности по разным регионам, от европейских стран, еврозоны в целом, по Англии тоже аналогичная статистика. Но лучше всего, наверное, и с особым вниманием нужно будет отнестись к статистике ISM производственного сектора США. В 17.00 по московскому времени она выйдет и полагает то, что мы по факту выхода этого релиза получим еще одно подтверждение уязвимости американской экономики. Что касается новых мер экономического стимулирования, в Конгрессе продолжается обсуждение, есть позитив, вероятно, именно и он стал причиной вчерашних распродаж американской валюты, они продолжаются и сегодня. Сегодня представители Белого дома прокомментировали, что есть прогресс по согласованию фонда антикризисных мер. Ранее, за день до этого, аналогичные комментарии делал и министр финансов США Стивен Мнучи. Но самое главное, что нужно дождаться, конечно же, фактических заявлений от самого Конгресса. Пока что их нету, но я думаю, что это вопрос лишь времени. Американская экономика нуждается в дополнительных деньгах, это все прекрасно понимают. Если Конгресс все-таки будет тянуть резину, то, скорее всего, Трамп, который, как вы помните, можно сказать, проиграл в первом раунде дебатов, попробует задействовать имеющиеся у него козыри. Это все-таки надавит на Конгресс, сделает все возможное, но сможет после того, как Конгресс согласует деньги, использовать это для того, чтобы повысить свой рейтинг, потому что новые деньги, которые поступят в экономику, при умелом подходе и работе пиарщиков будут сыраться именно с работой Трампа. Эти деньги, друзья, напоминаю, нужны для того, чтобы безработные получили сейчас и продолжили получать повышенные пособия. И ставка на то, что часть этих денег пойдет на фондовый рынок, она базируется, в принципе, уже на имеющийся опыт того, что в прошлые раунды стимулов в рамках этого года, они частично также расходовались на повышенные пособия. И мы видели, как значительная часть этих денег шла в фондовую секцию. То же самое может случиться и сейчас, скорее всего, именно это и произойдет. Поэтому я вот уже долгое время призываю вас, друзья, при таком фундаменте все-таки рассчитывать на слабость американского доллара и на то, что фондовый рынок США выйдет на новые локальные максимумы. Причем это будет тенденция, характерная для индексов, для отдельных инструментов, в целом для фондовой секции. В сухом остатке получается, что американская валюта снижается, индекс доллара снова нацелен на 92 пункта. Как быстро и когда мы окажемся рядом с этим значением, зависит не от меня, друзья, а от того, когда Конгресс согласует новый день. Но я думаю, что ждать осталось совсем чуть-чуть. И проактивность Конгресса, скорее всего, усилится, если в эту пятницу прогнозируемые мы увидим слабые данные по УНФАРМ АПЕРЛСА. Золото, цель прежняя, 1900 долларов за тройскую лунцу. В принципе, логично, раз мы ожидаем снижение курса американского доллара. Евро против американца 1,1746. Цели прежние 1,191.20. Причем это не только мои субъективные ожидания, это прогнозы ряда инвестор-банков. Из-за слабого доллара риск сейчас получает очень хорошую поддержку. Давайте этим пользоваться. Доллар канадец ранее говорил, что из пары лучше выйти. Вот сейчас, посмотрите, мы как раз и столкнулись с фактом того, что на эту пару, точнее, фоном для снижения этого дуэта активов, выступает как раз локальная слабость американского доллара и поддержку, которую получает канадская валюта из-за продолжающегося и возобновившегося роста цен на нефть. Я думаю, что доллар канадец в ближайшее время окажется в районе отметки 1,32. Американский фондовый рынок уже в двух словах сказал, что рост фактически неизбежен. Dow Jones – это один из излюбленных моих инструментов фондового рынка по S&P. NASDAQ ранее мы уже видели исторический максимум. Dow Jones пока отстает и по нем тоже хочется добраться до новых экстремумов. 27 841 пунктов, цель 29 000 и выше. Что касается рынка нефти, очень хорошо, что мы не позволили продавцам два дня назад навязать себе, как покупателям, позицию того, что опасения за перспективу мирового экономического роста будут дальше топить, опять же, спрос на углеводороды. Мы адекватно оценивали фундаментальный фонд. Друзья, я говорил, что при прочих равных есть небольшой перевес, который идет со стороны доллара. Вот, пожалуйста, американская валюта стала снижаться и нефть очень быстро выкупили. Сейчас мы на фактически недельных максимумах 42.34. Я думаю, что можно смело ждать бренд выше 43-43,5. Тем более, что ставка на снижение курса американского доллара сохраняется. И накануне еще поддержку для покупателей нефти оказал отчет по запасам от Минэнерго США. Запасы снизились почти на 2 миллиона баррелей. Снижение, кстати, продолжается третью неделю подряд. То есть по нефти сохраняем длинную позицию, ставку. И, разумеется, можем использовать такие ожидания по нефтянке для того, чтобы, друзья, зашортить пару доллар-каналец. Но все-таки у нас есть в арсенале риск. Мы работаем с евро, мы работаем с долларом, с фондовым рынком. Может быть, даже и не стоит распыляться на все инструменты, которые сейчас на рынке присутствуют. Нужно выбрать что-то для себя одно. На этом все. Всем спасибо за внимание и пока.